На днях глава городского округа Виктор Петрушенко вместе с заместителем Валерием Маркович посетили детский оздоровительный лагерь «Осётр». Сейчас в лагере проходит профильная смена «Умные каникулы», в рамках которой зарайские юноши и девушки вместе с ребятами из других муниципалитетов всесторонне развиваются и получают дополнительные знания в интересной форме. Вот и эта встреча прошла в интерактивном формате «100 вопросов лидеру». Вот что интересовало ребят больше всего. Есть ли сейчас в планах какие-нибудь большие масштабные проекты? По зарайску? Да. У нас сегодня, если по масштабным проектам, по благоустройству, то у нас сегодня идёт завершение набережной. И мы до 10-го числа должны будем сдать и правый берег, и левый берег. То есть смотреть от моста правую сторону и левую сторону. Также, кто зарайский был, знает, что сегодня начались масштабные работы у Беспятовской рощи. Они сегодня, вы их не видите, потому что там примерно сегодня сделано на 40%. То есть до конца года должна полностью будет сделана лыжеролевная трасса. Значит, перед Ледовым дворцом, кто не был, то сегодня придёте, вы увидите 4 площадки. Значит, одна площадка будет баскетбольная, универсальная. Другая площадка – это будет футбольное поле. Третья площадка – это такая длинная, это площадка, где будут воркауты, стоят тренажёры разные. И четвёртая площадка – это будет детская площадка. Четыре площадки прямо, они сегодня уже там бордюр, там сегодня уже полностью сформированы. Нам осталось только покрыть асфальтом. И где будет прорезинено, там прорезинено. Где футбольное поле, там будет искусственное футбольное поле. Это есть потом в лесу, кто в Зарайске знает, там видели, в лесу кто-то был, там были разные старые тренажёры. Мы их, там как раз вот эти площадки, которые новые, они должны были быть в лесу. Но когда мы столкнулись, то для того, чтобы там их построить, нам нужно было вырубить в пределах ста деревьев. И мы на это не пошли, хоть в проекте это было заношено так. И мы все площадки их вынесли как раз между дворцом и между лесом. Прямо в этом углу. Внутри дети, которые там занимаются, и тренера, они попросили нас всё, что внутри леса есть, ничего не лучше, и так и оставить. Единственное, что мы их там покрасим, приведём. Потом у нас будет центральный вход отсюда, где нас натянут трос, где дети катаются по тросу. Это будет вход в рощу. К тем площадкам это будет аллея, она будет освещенная, она будет со скамейками. Внутри, там, где детские вот эти все тренажёры, там сегодня уже сделан круг. И будет в лесу, внутри беговая дорожка, она будет 500 метров, такой полукруг. Она сегодня уже есть, но она сегодня только идут земляные работы. То есть, если мы до Нового года это обязаны сделать, у нас нет других вариантов, потому что это программа одного года, и мы должны освоить деньги до конца года. То есть, у нас вариантов нет, и мы до конца года уже полностью завершим весь этот объект. Так что, это есть брать два объекта этого года. Мы все, думаю, знаем, что лидер – это невероятно тяжёлая работа, то, что нужно всего себя отдавать для блага других людей. И у меня такой вопрос. Лидером нужно родиться или стать? Эта работа действительно ответственная. Могу сказать, что на эту работу должны люди идти сознательно. Знаете, как сказать, но вы это поняли, да? Потому что никому сегодня не секрет, что очень много есть те люди, которые идут на такие работы, кто-то хочет власти, да? Кто-то хочет, может быть, получить какое-то обогащение незаконно, да? Могу то, что вам сказать, что если такие люди приходят на руководящую должность, то ничего хорошего не будет. И долго сегодня у нас люди на этих местах не задерживаются. Потому что сегодня, наконец-то, пришло у нас то время, да? Вы видите, что и за коррупцию, и за какие-то грубые ошибки нас сегодня и губернаторов сажают, и глав сажают. И это хорошо, что сегодня это есть. Работу свою нужно любить. Вот если руководить, это не только руководить, любой. Если не любит работу, если он идет без души, если он идет потому, что это нужно идти, потому что ему некуда деться или еще что-нибудь, то он ничего не будет. Это тошно. А так, ну, я не знаю, нужно родиться или стать. Нужно быть просто хорошим, добрым, правильным, честным человеком и идти с любовью, и идти с душой, идти на работу. Если брать для меня, если как для руководителя, то любое спасибо от жителей, если искреннее спасибо, то это дороже всяких денег, дороже всякой власти. Какие есть перспективы молодых специалистов в нашем городе? У нас действительно сегодня нет рабочих мест для специалистов. Скажем, если просто рабочие места, то у нас их довольно много. А вот для узких специалистов, те, кто сегодня имеет там среднее и высшее образование, где есть какие-то специальные профессии, у нас действительно проблема, мы ее знаем. И сегодня губернатор поставил перед нами задачу и сам помогает нам для того, чтобы на территории Зарайского округа открыть какое-то предприятие, где как раз мы могли бы специалистам предоставить работу. Эта проблема есть, мы ее знаем, с ней боремся, но поверьте, что это не в один день, и даже не за один год решить этот вопрос. Подобные встречи, как и профильная смена «Умные каникулы», в лагере «Осетр» проходят не первый раз. Помимо общения с представителями власти, у ребят также проходят занятия, семинары, творческие и спортивные мероприятия и дискотеки. Людмила Смирнова, Анастасия Булатова, Константин Куянов, студия «Кван» Зарайское кабельное телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова